И вот следующий показатель Матрицы Личности – это показатель предназначения. Заметьте, это очень интересный момент. В начале по жизни мы проходим через воспитание. И если мы это воспитание получаем, достойное воспитание, опираясь на этот фундамент воспитания, мы можем реализовывать свое предназначение. И я этот показатель предназначения обозначил как успех, потому что в действительности мы добиваемся успеха не тогда, когда мы зарабатываем много денег. Успех – это не то, что у нас благополучная семья. Успех – это то, что мы пришли в эту жизнь, и мы реализуем себя, реализуем свое предназначение. То есть играем свою роль в этом мире. Потому что у каждого из нас своя роль. И если мы ее играем правильно, благодаря этому мы делаем этот мир лучше. И жизнь всех людей окружающих делаем лучше. Ну и наша жизнь благодаря этому начинает процветать. Поэтому успех реализуется в сфере предназначения. И в показателе предназначения у Льва Толстого единичка, при ней 37. Да, я так говорю, 37 дробь 1. Что это означает? Что Лев Толстой шел по маршруту единицы. И для того, чтобы вписаться в этот маршрут, ему нужно было научиться, или, скажем так, опираться на тройку и на семью. В этой методике такая интересная интерпретация. Что такое единичка? Единичка – это энергия цели устремленности. Инициатива, начинание, независимо, самостоятельно, уверенно, проявляем личную силу, ставим перед собой цели, идем к этим целям, достигаем этих целей, независимо, самостоятельно, уверенно, не получая никакой поддержки, опираясь на потенциал личной силы. И если вдруг что-то у нас не получается, мы включаем ответственность. То есть где моя ошибка? Спрашиваем себя за все, что происходит в нашей жизни. Итак, Лев Толстой шел по маршруту ответственного лидера. Инициатива, начинание. Видите, поэтому его определили опекуны в университет. Он поступил в этот университет, в Казанский университет. Отучился пару курсов, по-моему. И затем не сдал соответствующие экзамены и вынужден был остаться на второй год. Кстати, биографы отмечают, что в университете Лев Толстой отличался изрядной ленью. То есть он достаточно лениво относился к обучению. Но это неудивительно, потому что в его карте единица в недостатке, четверка в недостатке и семерка, кстати, в недостатке. То есть это энергии, которую ему по жизни нужно было нарабатывать. А единица отвечает за вот эту целеустремленность. Четверка отвечает за дисциплину. То есть ему в детстве, в юности очень сильно не хватало дисциплины. А семерка отвечает за мудрость. Ну и мудрости ему не хватало, потому что вместо того, чтобы отлично учиться в университете, он в свободное время любил поигрывать в карты. Ну и, естественно, создавать себе долги при этом. То есть это очень мудрое поведение. Но в какой-то момент он понял, что нужно как-то менять свою жизнь. И если он хочет реализовать себя по жизни и достигать тех целей, которые он перед собой ставит, ему нужно что-то с собой хорошее сделать. Поэтому он перевелся сначала с Казанского университета в Петербургский университет, сдал там экзамены, был зачислен в этот университет, но так и не начал в нем учиться, потому что очередной проигрыш в карты побудил его все-таки вместе с братом отправиться на Кавказ, участвовать там в войне. Ну, как бы он нанялся на эту войну за деньги. А затем понял, что вообще армия – это хорошая школа и поступил на службу в армию. Ну и пришлось участвовать ему в настоящих боевых действиях на Кавказе. Он сражался, принял участие в битве за Севастополь, известной битвей в истории. В смысле в Крыму уже, да? Да, да, в Крыму. И вот именно благодаря тому, что он независимо, самостоятельно, уверенно, это единичка, проявил инициативу, предпринял начинание, ну и изменил свою жизнь. Сам изменил ее, да. То есть вместо того, чтобы комфортно там прозябать в университете, перебиваясь как-то с курса на курс, он отправился в армию воевать причем, да. Вот таким образом он наработал там единицу, наработал четверку, наработал семерку. И вот, как я говорил, перед этим стал таким мастером. То есть научился управлять собой, своей собственной жизнью. И сам начал строить свою жизнь так, как считал нужным. Единица, вот здесь в этом показателе, должна опираться на троечку, на семерочку. Семерка – это энергия мудрости, отрешенности, интуиции. Поэтому в университете уже Лев Николаевич увлекался восточной философией. Кстати, он поступил на отделение востоковедения. То есть он учился на востоковедении, потом перевелся на юриспруденцию. Ну, как я говорил, университет он не закончил. Но его очень интересовала восточная философия. Там уже увлекался, начал интересоваться ею. Ну и по жизни он вообще нарабатывал семерку через изучение ведической традиции, через определенные техники медитации, да, отрешенности, ну и развитие в себе интуиции. Поэтому семеркой он работал. И ему нужно было по жизни научиться проявлять себя через троечку. То есть дружелюбно общаться, это тройка, и выражать себя творчески. То есть неважно, что я делаю, я делаю это так, как мне нравится, так, чтобы это мне нравилось всем другим. Поэтому в какой-то момент он почувствовал, что ему нравится писать. Кстати, по жизни Лев Толстой, он всю жизнь вел дневник. Да, поэтому как бы всю жизнь, от начала до конца, и вся его жизнь была прописана в дневнике. Кстати, это тоже один из мощнейших инструментов самоорганизации. Но люди, которые работают с этими техниками, не знают, что самый лучший способ начать организовать себя, это начать записывать то, что ты делаешь. То есть вести свой такой ежедневник. Вот он вел этот дневник, и ему так нравилось в этом дневнике все описывать, что он почувствовал, что ему хочется писать. И он начал пробовать себя в рассказах. Поэтому вот это дружелюбие, творчество, проявление себя через тройку, это также энергия литератора или актера. Ну, больше его тянуло именно писать. Поэтому его предназначение было ставить перед собой цели достигать их, при этом опираясь на проявление себя в сфере творчества, он проявил себя в писательском искусстве, и на мудрость, которую мы нарабатываем, а потом делимся этой мудростью со всеми вокруг. И также известен, это известный факт, что после Льва Николаевича Толстого остались не только литературные произведения, после него осталось целое философское учение. То есть его последователи назывались толстовцами. То есть он оставил после себя целую философию жизни. Кстати, вот эта философия привлекала даже Махатму Ганди. И он из этой философии кое-что взял для себя. Вот так. Поэтому посмотрим, что по циклам. Видите, маршрут 37, дробь 1. Урок с 1955 по 1963 год включился. У него также по единичке. То есть Льву Николаевичу Толстому нужно было учиться ставить цели и достигать, при этом опираясь на двойку, работая в команде и на восьмерочку, на собственное мастерство. В возможностях ему также шла девятка, то есть воевать или служить миру. А точка опоры в этот период также была по семерке. То есть он мог с успехом реализовывать все свои задачи, опираясь на мудрость, отрешенность и интуицию. И вот если в этот период посмотреть его жизни, то в эти годы с 1955 по 1963 год, в 1956 году он уволился из армии, потому что почувствовал, что тоже пора двигаться дальше. Не просто деньги зарабатывать, а начать реализовывать свои жизненные задачи. В 1959 году он открыл в Ясной Поляне школу для детей, кстати. Он обучал детей. В том же году он написал азбуку для детей свою. А в 1862 году он женился. То есть в возрасте 34 лет он женился на Софье Берс, которая была младше него на 16 лет. То есть ей тогда было 18, а ему 34. И в 1962 году он женился. Он принял ответственное решение. И не зря он это сделал, потому что все биографы отмечают, что именно его супруга вдохновила его на написание всех его самых успешных литературных произведений. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова